30 ноября 1986 года саркофаг предстал перед нами именно в таком виде вот как он виден на этом снимке потом его покрасили серый цвет но 30 ноября так и осталось датой когда празднуют всех кто причастен был к его строительству как день закрытия саркофага день окончательной сборки это как раз перед сваркой соединяет таким образом чтобы не было чтобы они вот эта ферма представляла одно целое не было выступающих частей ну вот эти фермы они подвигались на прицепах заливались бетоном все бетонировались а это сваривается из этих ферм одно целое а вот эти машины разграждения которые заталкивали эти прицепы с фермами саркофагу к стенам станции вот решает как убрать мачта поднимает выше все управляется из кабины вот она сейчас должна быть поднята это мачта предназначено для труб для того чтобы можно было трубы захватывать можно плиту бетонную за петлю брать а вот он толкает даже с помощью этой мачты усилий здесь несколько тонн как правило эти для сооружения вот эти вот фермы они подвозились почти к саркофагу почти на место саркофага и буквально перемещались на считанные метры где-то метр-два они строить строили все блоки построили все сама начал а теперь погребать первую очередь первую и третью очередь же я не представляю макину 25 метров не мы будем сначала ярус 5 метров потом она забетонится потом уже стенка эта стенка 7 метров ширина а выше будет стенка 4 400 когда это за бетонница сверху та уже поставится тоже специальными кранами с дистанционным управлением все это будет ставить спасибо большое мы будем снимать это в чернобыле завод был такой укрепленной сборки руинах находится топливо чтобы топливо не простреливало и не фонило защитить защитной стеной а потом она будет закрываться сверху с вентиляцией вот для этого делается такая стена но так как там повышена радиация и там ничего не сделаешь нормально начали шериф сделать передвижную такую опалубку которая будет собираться в троллерах вместе с троллерами будет подаваться вот этими фирмами значит определенным способом на место оцепляться там вот а потом бетонироваться а представьтесь пожалуйста все представьтесь пожалуйста ну хотя бы организацию атом энергострой проект этот товарищ не представился а все-таки на атом строй проект перевел разговор вот я когда поступил в эту попал в эту отрасль а попал и в нее в 1982 году особенностью большой этой отрасли было то что там люди меньше говорили о работе могли завести беседы на любую тему но работе все время говорили как правило или по существу или старались не говорить лишних слов наверное боялись наверное ну наверное были приучены так быть малословным и как правило исполнять команды и отдавать команды четко разумно как в армии атомный расстрой проект мы занимаемся занимались организации строительства и занимаемся атомной электростанции ну конечно для нас это дело новое такое не делали так ну вот сейчас придумаю что можно скажите вот если такое задание было ну условно говоря в мирное не аварийное ну конечно в другое было дело совсем по-другому делали все это совершенно точно если мирное время но так как это делается нужно в течение значит буквально нескольких дней значит он делается того чтобы можно быстро сделать так вот потому так хорошо спасибо большое да в то время все делалось на коленке и очень быстро поскольку изобретательности предела нет человечестве то есть то есть а и а и и и и и и Продолжение следует...